29 июля прошел выпускной на подготовительном факультете для иностранных учащихся Казанского Федерального Университета. Как это было, узнаем в сюжете нашего корреспондента Елизаветы Никитиной. В этом году подготовительный факультет окончили 685 человек, в отличие от прошлого года, когда выпускались порядка 550 ребят. Проректором по внешним связям Казанского университета Тимирхан Алишев тепло поздравил выпускников и отметил, что выпуск в этом году является одним из самых крупных за последнее время. Также он подчеркнул, что обучались студенты из 40 стран мира, имея при этом порядка 20 разных часовых поясов. Это был определенный вызов и для преподавателей учить в таком режиме, потому что мы фактически выходили в три смены на учебу, для того, чтобы всем ребятам было удобно. Много проблем было с мотивацией, фактически мы в этом году отчислили 140 человек. На протяжении 9 месяцев слушатели изучали специальные дисциплины, выбранные ими перед поступлением, включающие в себя лекционные занятия, практикумы и мастер-классы. Дистанционное обучение не стало помехой для учащихся и преподавателей. Наоборот, ребята чувствовали себя комфортно и не теряли интерес к образовательному процессу. И практика показала, что мы умеем учить дистанции. Мы сегодня говорили о том, что наш замечательный один из студентов, выпускник, который поступает на химфлаг из Китая, он выиграл срочную олимпиаду по знанию русского языка как иностранного, при этом находясь в дистанции, обучаясь русскому языку, находясь в Китае. Проректор по внешним связям Казанского университета Тимирхан Алишев посоветовал выпускникам заводить побольше русскоязычных друзей, так как это поможет улучшить не только речь, но и повысить знания в изучении русского языка. Ребята сегодня показали не только свое знание языка, не только предметное знание, но и то, что они замечательные. Исполнители и поют, и танцуют, и все что угодно делают, и любят русский язык. Это действительно замечательно, что мы сможем вот так за год привить. Сейчас у них тяжелая пора, они все сдают экзамены вступительные в университет. Многие поступают на медицинское направление, потому что самое сейчас важное, актуальное для многих стран. Мы надеемся, что они будут успешными, и уже затем продолжат изучать русский язык и предмет, и будут замечательными специалистами в своих областях. Хотя эти ребята и остаются в России, учиться они теперь будут в разных вузах. Но то время, когда они пришли учиться на подготовительный факультет Казанского федерального университета, и выучили свои первые русские слова, не забудется никогда. Елизавета Никитина, Хафиз Гараев, Универ Ньюс.